МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почетный трофей снова у юных футболистов Махачкалы. Сегодня в столице республики завершился турнир памяти Александра Абшева. О профилактике и противодействии коррупции и одноименной республиканской целевой программе сегодня говорили на парламентских слушаниях. Инициированы они Комитетом по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности. Проблема эта в парламенте озвучивалась не раз, отметил в своем вступительном слове первый вице-спикер Руслан Жанимов. Как результат, созданы и действуют правовые и организационные основы противодействия коррупции, разработанные отростевые и муниципальные программы. Есть даже утвержденный перечень должностей, наиболее подверженных нарушениям или превышению полномочий. Мы все свидетели тех перемен в обществе, которые происходят в контексте проводимой в стране антикоррупционной политики. Совершенствуется антикоррупционное законодательство, выявляются и пресекаются факты коррупции, невзирая на должности и лица. Тем не менее, проблем в этой сфере меньше не становится, констатировали собравшиеся. Заместитель прокурора республики Артур Махов подтвердил этот вывод цифрами. В прошлом году выявлено более 3000 нарушений антикоррупционного законодательства, возбуждено почти полторы сотни уголовных дел. В отношении 37 лиц суд вынес обвинительное заключение. На заседание принято решение о разработке новой программы противодействия коррупции до 2015 года, поскольку срок действующей истекает в этом году. Экономии неизвестные обстреляли и подорвали придорожное кафе в Баксанском районе. Пострадали двое местных жителей. Чтобы узнать подробности происшествия, мы связались по телефону со старшим помощником руководителя следственного управления по КБР Анзором Казаровым. И вот, что он нам рассказал. Неустановленные лица, находясь возле торгового дома «Корона» в селении Куба-Табаба, доложили на площадке перед входной дверью в магазин самодельное взрывное устройство неустановленного образца, которое привели в действие и произвели по зданию множественные выстрелы. Далее к указанному месту на автомашине марки ВАЗ-21099 подъехали двое жителей селения Куркужин Баксанского района КБР 1982-1984 годов рождения. Вышеуказанные неустановленные лица, находясь в лесополосе перед указанным торговым центром, произвели по местным жителям и принадлежащей им автомашине прицельный огонь измешившегося при себе автоматического огнестрельного оружия и произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26. В результате чего обоим гражданским лицам причинены огнестрельные повреждения грудной клетки нижних конечностей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. По прибытии на место происшествия наряда полиции потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сегодня утром в Баксане в ДТП погиб один человек, сообщает Республиканская госавтоинспекция. Житель села Исламе на автомобиле своего друга сбил молодую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась в больнице. О происшествии водитель сам сообщил полицейским. С явными признаками алкогольного опьянения его отправили на медицинское освидетельствование. Также в ГИБДД сообщили, что водитель не имел прав и ранее задерживался за управление автомобилем в нетрезвом виде. К другим темам. Сдали плохо, но это хорошо. Так оценила результаты единого госэкзамена в Кавказских республиках вице-премьер Ольга Голодец. Нынешние экзамены по физике провалили 9% выпускников. С математикой не справились почти 8. С языками чуть лучше. Двойки по русскому. У 2% экзаменуемых чуть меньше школьников не смогли преодолеть минимальный порог по английскому. Но об окончательных итогах госэкзамена говорить пока рано. Часть выпускников сейчас оспаривает полученные оценки. Только в Кабардио-Балкаре в центре ЕГЭ подано сотни апелляций. Продолжит Нуржан Кубадеева. Несогласных с результатами единого госэкзамена в республике оказалось немало. Только по русскому языку было подано 600 заявлений на апелляцию. По математике больше 300. Хотя я отличник по математике был, и знания хорошие, но времени эти 3 часа 55 минут мало. Надо было как по русскому языку увеличить хотя бы на полчаса. Так как времени не хватило проверить саму работу, в процессе решения допустил ряд описок. То есть ход рассуждения правильный, поэтому уже результат меньше всего 72. Но при этом по ряду заданий, по критериям оценок я не согласен. Все случаи рассматривает специально созданная конфликтная комиссия. Здесь обсуждают несогласия с выставленными баллами, а также возможные нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ. При рассмотрении апелляции могут присутствовать родители, а также общественные наблюдатели. Обращения экзаменуемых не всегда заканчиваются в их пользу. Каждому выпускнику показывают его работу, показывают, что они не могут апеллировать на разделы, то есть части А и Б, а в основном апелляция идет по части Ц. Здесь они рассматривают, может, есть ли возможность добавить этому выпускнику баллы, или наоборот, может возникнуть такой момент, когда могут и снять баллы. Однако некоторым доказать свою правоту удается. Апелляция одной из выпускниц была удовлетворена, оценку по русскому языку ей подняли на 4 балла. И это пока максимальный показатель, отмечают в центре ЕГЭ. Работы Республиканской конфликтной комиссии будут отправлены в Москву для обработки. Окончательные итоги по математике станут известны не раньше, чем через 10 дней. Кстати, эксперты по-разному оценили ход экзаменов на юге России. В Рособранадзоре заявляют, что Чечня честно сдала русский язык хуже всех в стране. В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 100 пальчиков по-русскому нет. А количество учеников с высокими баллами по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось. И сейчас почти в три раза ниже общероссийских показателей. Нуржиан Кубадзиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. 79 жителей Челекского района в этом году получат новые квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья. На эти цели будет потрачено 24 миллиона рублей. Деньги выделены из фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета республики. В Кашхатау Новоселье отметят 24 человека, в Бабугенте 55. Уже подготовлена проектно-сметная документация и определены земельные участки под строительство. Напомню, в прошлом году для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Бабугенте уже был построен 16-квартирный дом. И комиссия Республиканского Минтранса проинспектировала ход реконструкции автомобильной дороги на Джилысу. Стоимость строительства современной двухполосной трассы свыше 2 миллиардов рублей. И ведомство, выступающее заказчиком, держит объект под постоянным контролем. Дорожные работы осложняет переменчивая погода. Подрядчику требуются немалые усилия, чтобы не отстать от календарного графика и выполнить все контрактные обязательства. На данный момент из 72 километров заасфальтировано более 32. Ширина проезжей части 6 метров. Покрытие двухслойное асфальтобетонное. Проверку его качества Минтранс проводит раз в две недели. Мы следим за объемами, принимаем то, что сделано, принимается, то, что плохо сделано, исправляется. Но в целом можно сказать, что подрядная организация работает достойно на этом объекте. Чтобы обеспечить требуемое качество, подрядчикам увеличено количество техники и число рабочих. Печа на гравийную смесь и щебень дорожникам поставляет передвижной асфальтобетонный завод селения Кичмалка. Строительство дороги обеспечило полную загрузку мощности предприятия. Завершить весь комплекс работы и дойти до источника Джилы Су планирует в этом году. Места организованного отдыха на воде взяты под особый контроль сотрудниками республиканского МЧС. В районах сегодня действует 8 пляжей и 3 пункта проката маломерных судов. Но не все купаются в разрешенных или отведенных для этого местах, что нередко становится причиной гибели. При этом в зоне повышенного риска дети. Подробности в материале нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Для юного Умара все закончилось благополучно. Спасатели вовремя заметили тонущего и вытащили его из воды. По всем строгим правилам. Катер, круг, лесенка. Да, у меня судороги начались. Да, вот здесь ноги. Вода холодная оказалась. Ну да, в первый раз. Купаться на майском городском озере жители начали в этом году рано. Май еще не наступил. Трагических случаев не было, говорят спасатели. Но впереди большая часть лета. При этом количество детей здесь с каждым днем растет. Солнце, воздух и вода при правильном их использовании это самый лучший источник закалки и укрепления здоровья человека. Но несоблюдение правил поведения у водоемов лечет за собой тяжелейшие последствия, вплоть до трагедии. Открытая вода – это всегда риск и опасность. И потому надо быть предельно осторожным. Тем более в дни школьных каникул, когда здесь на озере детворы уйма. Работа у спасслужбы, конечно, прибавилась, но и штат расширили. Пришел новый специалист, стало намного легче, радуются здесь. И все равно, всегда надо быть наготове. Любителей отдохнуть на природе за широким столом немало. Пытаемся что-то говорить, но, как вы знаете, человек в детрозовом виде, он не сильно, кажется, обстановку видит. Поэтому стараемся предупредить, забрать, если заплыл на середину озера или куда-то на глубину, забираем на катер. Или, ну, стараемся как-то выйти из положения более мирным путем, кажется, чтобы не случилось горе. Мои дети выросли на воде, говорит мальчанка Галина Занченко. Члены ее семьи – постоянные посетители городского озера, особенно в летние дни. Мы специально сюда ходим, потому что здесь всегда ребята рядом, если что, какое-то неудобство, какие-то посторонние подходят, мешают. Они все разруливают, здесь всегда хорошо. Считается, что летний отдых на водоеме самый полезный. Укрепляется организм, развивается ловкость и выносливость. Да и настроение улучшается. Но, как говорится, на спасателя надеяться, а сам не плашай. Сафар Гиреев, Анатолий Гиреко. Вести Кабардино-Балкария. И последнее. Сегодня завершился в Нальчике традиционный всероссийский турнир по футболу среди детско-юношеских команд, посвященный памяти мастера спорта, чемпиона СССР Александра Абшева. В соревнованиях участвовали шесть команд из Дагестана, северной сети Алани и Кабардино-Балкарии. Проводился турнир по круговой системе. До последнего игрового дня на первое место претендовали три команды. И все же наибольшие шансы были у подопечных Ги Лабжанидзе. В случае успеха в деби с Нальчикским «Спартаком» юные футболисты команды «Экбрус» школа номер 31 завоевали бы главный приз. Финальный матч складывался очень непросто. Первый тайм завершился не любой нулевой ничей. Во второй половине игры спартаковцы вышли вперед. Этот гол оставил явного фаворита без призового места. Победителем же стала команда «Салам из Махачкалы», которая, кстати, второй раз подряд завоевывает почетный трофей. Победители и призеры турнира получили памятные подарки. Далее о погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Напомню, все новости о нашей программе вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Ну а следующий выпуск уже в 19.40. Добро пожаловать в СПА «Отель Синдика». Современное оборудование и эффективное лечение. Функциональные исследования, консультации кардиолога, ЭКГ. Прием ведут врачи высшей категории. Будьте здоровы, будьте счастливы. СПА «Отель Синдика», улица Пирогова, 8. Добрый вечер. Завтра синоптики обещают небольшое ослабление духоты. По республике в пределах 20-24 тепла передает Росгидрометцентр. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. В Зольском районе пройдут небольшие осадки, плюс 21. Облака над Эльбрусом, слабый южный ветер, принесет к подножию горы дожди. Но, вероятно, без грозы. Температура днем плюс 9. Солбик термометра в Тернаузе покажет 12 градусов. А вот на большей части Баксана, Чигема и Навткалы незначительные осадки. И, по оценкам метеорологов, чуть больше плюс 20. Довольно теплая и комфортная погода установится в Прохладненском, Майском, а также Терском и Лескенском районах. Здесь воздух прогреться до 21-23 градусов. Почти весь день там дожди. В Кашхатау с утра плюс 13, к полудню до 19. Погода влажная. Дожди еще возможны в столице Кабардино-Балкарии. Днем, по прогнозу, плюс 21. Такую погоду обещают синоптики. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!